«Из-за её зеркал», — ответил мне Кирилл. «Что?» — воскликнул я. «Что ещё за дичь расставаться из-за зеркала?» И он мне рассказал. «Понимаешь, я влюбился в Алёнку как пацан, как в первый раз, с первого взгляда и безвозвратно. Да и как я мог её не полюбить? Она — совершенство, не такая, как все. Я не задавался вопросами, кто она, откуда, кто её окружает. Мы были вместе, и нам было хорошо. Только через месяц она рассказала о сестре — Анне. Она всегда её так называла — Анна, полным официальным именем. Она жила с сестрой. Понимаешь, Алёнка — талантливый веб-дизайнер и вполне могла позволить снимать однокомнатный пентхаус, но она и слышать не хотела об этом. Говорила, что не может сестру бросить. Мол, та очень больна. Кирилл явно нервничал, и я было хотел сказать что-то типа «Ладно, не продолжай, если не хочешь, это не так важно». Но мне жуть как было интересно. Я подождал, пока он соберётся с мыслями и продолжит. Сам я эту Анну никогда не видел, хотя мы часто зависали у неё в квартире. Я даже нехотя, а когда и специально, прислушивался к двери в её комнату, чтобы послушать, чем там эта загадочная сестра занимается. И понимаешь, каждый раз ослышал лишь тишину. «Вообще ничего». А когда мы уже провстречались полгода, я у Алёнки спросил, а Анне вообще не интересно, с кем её сестра встречается. Алёнка ответила, что Анна часто и много работает, а дома в основном что-то читает или опять же работает. Вот и не получается нам познакомиться. А так, та всегда интересуется, как у нас дела. Говорит, что я хороший парень, а Анна в людях хорошо разбирается. И Алёнка всегда к её мнению прислушивается. Я тогда забил на это, да мало ли странных людей в мире. Тем более, раз много работает, да ещё и часто болеет, не до знакомства с парнем сестры. И вот, как-то осенним, холодным и достаточно поздним вечером звонит мне моя Алёнка, и со слезами в голосе просит приехать. Мол, сестра опять заболела, и она боится с ней ночевать одна. Мол, приступ там какой-то был, приезжал врач и сделал укол. Сестра сейчас спит, но Алёнка всё равно боится. Честно сказать, я обрадовался такому повороту. Мы никогда ещё вместе не ночевали. Ну, как бы вместе мы много времени проводили, но спали всегда каждый у себя дома. Что особенно нравилось моей маме. Алёнка и правда была зарёвана. Тушь по щекам размазана чёрными потёками и носом шмыгает. Ну, я успокоил как мог. Комедию посмотрели, чай попили. Да и стали спать укладываться часа в три ночи. Она мигом уснула, а я всё глаз не сомкну. Мне тяжело уснуть в новом чужом месте. Вот и лежу я так, значит пялись в потолок. А он чисто белый, ни тени, ни узора. Глазу не за что зацепиться. И вдруг слышу стук в стену, как в двери стучат. Я сел прислушался, а вокруг опять тишина. А у меня колкие мурашки по пальцам руки и ног покалывают. Так испугался. Я вслушивался в повисшую тишину и не слышал абсолютно никаких звуков. Почудиваясь, решил я и наконец лёг. Но вскоре из-за стены снова раздались звуки, будто водят по голой, не покрытой обоями стене каким-то предметом. Не представляя каким, но этот шорох, медленный, скребущий в стену шорох справа налево, куда-то вниз и обратно. Я тогда чуть не посидел от таких шуток. Стал Алёнку будить, ведь там за этой стеной была комната её сестры. «Просыпайся», — говорю. Анна проснулась. Ей может надо, что она вон в стенку стучит. Алёнка быстро выпорхнула из кровати. Я услышал, как она вошла в соседнюю комнату. Я стал вслушиваться, были слышны голоса. Они о чём-то говорили, но стены толстые, сталинские, и я не понял ни слова, как ни старался. Но я очень чётко слышал оба голоса. Один говорил тихо, размеренно. Это Анны был голос, я сразу понял. А у Алёнки более беспокойный, срывающийся. Она стала кричать что-то. Анна молчала. Алёнка выбежала из её комнаты, я услышал её удаляющиеся шаги в сторону кухни и обратно в комнату сестры. «Ну, может попить или перекусить», — решила она посреди ночи. А Алёнка разозлилась, что разбудила. Мало ли. Я стал вслушиваться дальше, но разговоров больше не было. Вместо голосов я услышал громкий стук и звон стекла. А потом — крик Алёнки. Я как был в трусах, так и рянулся туда. Я звал, но она не отвечала, и я никак не мог зажечь свет. Я шарил по поверхности стен пальцами на том месте, где люди в основном ставят выключатели, и не мог найти. Тут раздался снова звон. Я снова позвал свою девушку. Она всклипнула где-то около стены. «Я покажу тебе, сука!» Вот этого голоса я не знал и не понял, кто и кому это сказал. Я искал, где включается свет уже обеими руками, а стены скользкие, холодные, как стекло. Наконец, я нашёл какой-то рычажок и потянул вверх. Свет вспыхнул где-то под потолком. Но что я увидел, брат, что я увидел? Вся комната была из зеркал. Все стены и пол и потолок всё из зеркал. На полу битое стекло, и в них вся покрытая мелкими осколками, будто белым инеем, лежала моя Алёнка. Кровь сочилась из её ног и рук, порезы были и на щеках. И больше не было никого, в комнате были только мы вдвоём. «А где же Анна?» Испуганно спросил тогда я. Алёнка подняла плачущее лицо и посмотрела в сторону разбитого зеркала злобным взглядом. «Да вон же она стоит, ухмыляется!» И Алёнка плюнула на зеркало, её перемешанная с кровью слюна быстро потекла по гладкой поверхности вниз. Я всё понял. Я помог ей подняться, и мы поехали в больницу. Порезы в некоторых местах были достаточно глубокими. По дороге она говорила, что сестра её просто больна, а так она хорошая, просила за неё прощения, за то, что она посмеялась над нами, что скоро она поправится, и мы познакомимся заново. Она впала в такой бред, что таксист быстро уехал, довезя нас до больницы, и даже не взял денег. Так сильно она его напугала. А в больнице мне всё рассказала врач, что принимала Алёнку на стационар. Анна и вправду раньше была, но когда-то давно она умерла. Выпрыгнула из окна и разбилась насмерть. Говорят, что на подоконнике они с Алёнкой стояли вместе, и вроде даже это она и придумала. Но сама прыгнуть побоялась, а Анна спрыгнула. И после того Алёнка стала говорить маме, что видит сестрёнку в зеркалах, что-то просит её тоже спрыгнуть, вернуться к ней. Алёнку таскали по врачам, и, казалось, вылечили её. А видишь как, заставила всю комнату зеркалами и общалась с погибшей сестрой. Только знаешь, что странно? Тот стук, шуршание за стеной и голос. Кто это был там в комнате, ведь это всё мне не показалось. Потом Алёнка сама захотела расстаться, когда вышла из больницы. Сначала просто сторонилась меня, а потом сказала, что я сестре очень не нравлюсь. Неподходящая я пара для неё. И сама Алёнка с этим согласилась. Вот. Я не стал уговаривать, мне такие её странности нафиг не упали. Но тот голос, стук и эти шорохи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»